Расти, играть, развиваться. Дошкольный возраст – своеобразный фундамент становления личности. В этот период под воздействием многочисленных факторов формируются способности, навыки и будущий характер ребенка. Задача взрослых, находящихся рядом с ребенком, создать гармоничную, развивающую, эмоционально комфортную среду. Художник-оформитель и педагог дошкольного образования Любовь Геляка в рамках проекта «Наставник 2.0» делится с молодыми преподавателями своими знаниями в сфере образования предметной среды в дошкольных учреждениях. Ведь проектировать среду в зависимости от возраста детей, особенности помещения детского сада необходимо и весьма увлекательно. Я применила свои знания художника-дизайнера к практике работы в детском саду. То есть функциональность помещения детского сада связана с деятельностью детей, с их образованием, воспитанием. Мы проектируем среду в зависимости от возраста ребенка, от особенностей помещения, его освещенности, от расположения относительно сторон горизонта, цветовое решение подбирается. И с точки зрения удобства для организации образовательного процесса. То есть, коротко скажу, что можно, зная определенные правила, так организовать среду, что это будет удобно детям, удобно педагогу. И всем будет хорошо. Дети будут развиваться, педагог будет управлять процессом. И мало того, с помощью среды можно так организовать детскую деятельность, что они сами научатся действовать и сами придумывать себе занятия, организовывать себя. Но это уже чем старше ребенок становится, тем постепенно он к этому и приходит. Вообще вопрос создания развивающей предметной пространственной среды на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Цель создания развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении – обеспечение доступа к общечеловеческим ценностям, социальным, духовным, нравственным. Насколько важна эта работа, важна. И иногда кажется, что они незначительные. Ну, подумаешь, мебель подвигали. Но я, так как опытный более педагог, я вижу, что это признаки профессионального роста. И об этом говорит даже то, что этих педагогов оставляют с этими же детьми, то есть они остаются с этими же детьми и будут с ними уже в более старшем возрасте. Обычно молодых педагогов ставят на группы младшего дошкольного возраста. Там образовательная деятельность еще, ну, только начинается активная образовательная деятельность. А раз их оставляют, значит, они уже видят перспективу в работе молодого педагога. Зона отдыха, зона релаксации, грамотно подобранное сочетание цветов и материалов в оформлении групп. Сегодня молодые педагоги обладают знаниями и навыками создания детского пространства, стимулирующего коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности ребенка. Ведь раскрыть творческий потенциал и лидерские качества маленького человека – весьма важная задача.